здравствуйте дорогие друзья ну осталось совсем чуть-чуть и мы с вами сегодня вечером вступаем день который называется день великий и ужасный день йомтипура день когда знающие замирают это если человек чувствует и понимает духовные миры в этот день даже птицы замирают понимая что происходит мире что-то невероятное день великий и ужасный а для чего нам нужен этот день говорит пророк и шаягу и глухие слушайте слепые смотрите спрашивал раба мендел у учеников а как можно вообще приказать слепому видеть а глухому слышать невозможно казалось сам рэбе отвечал слова пророка говорят о духе они о теле в духе нет болезни и увечий приходящих человеку извне каждый выбирает сам быть ему зрячим или слепым слышать или заткнуть уши и пророк обращается к добровольно ослепшим и огловшим откройте глаза и уши свету и слова бога и это йомтипур мы с тени года часто добровольно ослеплены или оставил не слышим специально казалось бы вот перед глазами вот вот хозяин мира вот что происходит вот наши события ничего мы к сожалению немножко иначе себя ведем написали мудрецы что в погоне за наслаждениями человек забывает что надо остановиться осмотреться и оценить то добро которое посылает ему у бог желанием нет конца если чек что-то достиг хочется больше написано знаменитетная фраза кто имеет что хочет 200 и так устроен мир чек никогда такой не почувствует благодарности к богу сколько бы всевышний ему не давал ему все кажется мало или что у других больше и поэтому существует йомтипур день когда все в мире замирает все должно остановиться даже если сам этого не сделаешь внутри душа твоя останавливается знаете в одну незадолго до йомтипура в одной из синагог в иерусалиме в первой половине 19 века раввин обратился к собравшимся прихожанам и он сказал во всех молитвах которые мы произносим в этот праздник мы каемся в грехах которые написаны молитвики среди них есть много таких там которых мы к нам вообще не имеет отношения как же мы находясь вот в такой ситуации в такой день святой говорим неправду казалось бы там пишут там не убил вы там нет а если не убил так дальше что и раввин посадил на прихожан и сказал суть этого праздника в этих словах метраж расскажет случая которого вы получаете ответ на этот вопрос группа людей была на судне это известная история и когда они оказались далеко от берега один из пассажиров начал сверлить дырку полу своей каюта пассажиры возмутились все когда узнали бросили стали кричать на него какое вам дело что я делаю в своей каюте что хочу то и делаю глупец говорят раз ты не понимаешь мы связаны одной судьбой корабль из-за тебя бы утонет и так далее все грозит это всем это пример из мидраша учит нас тому что каждый человек несет ответственность за всех других не так все просто в этом мире отсидеться просто в чужом мире сказать что мне тут так вот нравится так не получается наоборот здесь какой-то человек на земле согрешил его вина в какой-то мере ложится на каждого вот так происходит в этом мире поэтому молитвы произнесенными нами мы каемся не только за грехи совершенные нами но в этот день им кипур мы каемся за грехи совершенные человечеству да наши собратья по по человечеству совершили эти грехи в этот день мы не кушаем не пьем в этот день мы подобно ангелам если люди еще когда-то если вы когда-нибудь не не голодали в ем кипур не держали пост это обязательно сделать в этот раз я расскажу короткую короткую историю чтобы вы поняли насколько важно это местечко шутов ем кипур время великой отечественной войны немцы вывели евреев на площади арестованных был холодный ветер такой сильный их построили шеренгами они стояли очень долго часов 5-6 они стояли а потом пришли походные германская кухня и всем был предложен горячий суп с картофелем там голодным измученным людям вкусный такой запах сумасшедший давно забыли запах такой еды каждому предложили кусок миску супа с хлебом и мясом и невозможно было устоять против этого люди были голодные и все же большинство не дотронулась до пищи потому что это был борьем кипур немцы сделали это специально да были такие которые не смогли устоять и было совсем мало они кушали опустил глаза и плакали а большинство стояли и смотрели причем среди них было большинство людей которые вообще никогда до этого не постились в этот день вот она сила веры вот она сила духа нам сегодня намного проще поэтому сегодня один день подержать себя в руках один день все-таки выполнить то что бог сказал не так сложно как было этим людям браха вы от слаха чтобы удостоились окончательного и хорошего приговора и чтобы все беды остались уже позади браха вы от слаха